Здравствуйте, мои дорогие друзья, слушатели, и с вами снова я, Ирина Искович. Сегодня мы поговорим о том, как складывалась моя судьба, и я начинаю по необходимости цикл передач, которые будут называться «Моя судьба». Некоторые моменты, конечно, повторятся, о том, что я говорила, ну а некоторые раскроются в новом образе. Вообще дневник – это уникальная вещь. И когда читаешь, вот я сейчас читала дневник Фаины Раневской «Воспоминания», конечно, для нас, возможно, людей, которые пережили какие-то моменты, они уже не являются чем-то удивительным. А для человека, который открывает часть пути другого человека, это всегда удивительно. Так же, как вчера я посмотрела фильм о двух австралийских молодых людях, которые на велосипедах лежачих таких пересекли Сибирь, Монголию и попали в Китай. И вы знаете, когда я только открыла этот фильм, я подумала сначала, ну, наверное, не очень интересно. У вас так же, как и Фаина Раневская. Ну, наверное, не очень интересно. Но потом их рассуждения и их новый взгляд даже на то, что мы привыкли считать обыденным, их искренним наблюдением, настолько заинтриговали опыт этого путешествия, что я до конца досмотрела этот фильм с большим удовольствием и огромным впечатлением. Хотя мне не хватало каких-то, возможно, философских рассуждений в этом фильме или образов, стихотворных. Он был достаточно сухо, но в то же время человек передавал какой-то опыт. Вы знаете, не только на физическом уровне выносливости, но и на внутренней какой-то духовной преданности, там, и пути, которые человек заложил, и даже трудности колоссальные не останавливают. То есть настолько интересно. Поэтому, так как дневник это, я считаю, уникальная вещь и возможность даже наших потомков соприкоснуться с тем или иным дневником, всегда интересно. Всегда интересно. Первое мое столкновение, вообще, почему я осталась с одними, с 11 лет, это огромное потрясение, знаете, дневника жены Ивана Николаевича Толстого. Я была у Таниты Кривицкого, было очередное занятие. У них огромная библиотека. Вообще, я всегда мечтала, у них огромную библиотеку, вообще, как по натуре коллекционер. Видно, так время, время оно тогда способствовало формированию этого качества. И вот в коридоре у Давида Кривицкого, который жил в центре Москвы, за консерваторией, в доме, он уже тогда был композитором, жена его прекрасная, Юля, остановила, она мне всегда показывают книги, даже если интересовалась, дала читать, дарила что-то. Это очень интеллигентные люди. И, знаете, и всегда вспоминаю я тишину, тишину центра Москвы. Тихие творики. Это что-то потрясающее. Ну, это отдельный разговор. Ну, так вот, уходя с урока, я заметила на полке много-много книг. Наверху, я помню эту верхнюю полку, я спросила, что это за книги. Она сказала, что это дневник Женю Ивангадзе тогда. И я сказала, неужели за свою жизнь она написала так много книг. И она сказала, что она написала каждый день. Я описывала в этом дневнике все встречи, все, что с ней происходило. Это было потрясение для меня. То есть, иметь возможность, во-первых, это все записывать, помнить, анализировать и потом дать другим этим пользоваться. Это было настолько глубокое потрясение, что мне захотелось точно так же. Я бы и было достаточно 10 лет, и не было. Мне было тогда 10 лет. Для девочки это уже, конечно, возраст достаточно зрелый. Я вообще очень зрелый родилась. Но в то время это было таким глубоким потрясением, что через какое-то время не сразу. Не сразу. Я расскажу это все тоже поподробно. Как это появилось? У меня действительно появилось. Вот с 11 лет я помню, что он родился. Я помню этот момент, когда в 6 лет, например, я настолько все хорошо помнила, что мне говорили, вот через какое-то время ты все забудешь. Я не верила. Ну и действительно, наверное, может быть, это рост гормонов, переходной психики, период. Действительно, 10 лет уже стало вспоминать, то есть как будто прошлое начало закрываться. уже не было той четкости, как было в 6 лет. и оно как-то стало сжиматься и стираться. потому что события клались одно за одним. Яркие впечатления, внутренние психологические сопереживания. И да, действительно, я поняла, что здесь были правы. Я начинаю забывать. Ну, основные, конечно, моменты. Помню, как зовут там, что происходило вчера, и то не все, но я поняла, что я начинаю забывать. И тогда вот это вот тоже состояние оценки того, что вот временной поток стирают, оставляя что-то такое, захотелось фиксировать. Захотелось это. Потому что были ведь не только моменты плохие, которые, возможно, не хотелось вспоминать, но было очень много хорошего. И поэтому тоже старалась каждый год я ввела дневник, старалась проводить итоги и давать программное следующее. Так получилось. Я знаю, что родилась в центре Москвы. Есть фотографии, где я гуляю. в маленьком дворике. Ну, начнем с того, что мама, папа, четвертые дети в семье. Это уже о многом говорит. И с маминой, и с папиной стороны были огромные семьи. И причем семьи были настолько различные, и вот по духу близкие, и в чем-то различные, что я в то время, и даже в Польше, любила вот белорусскую семью. Дом бабушкин в Белоруссии. И вот мне казалось, что не ближе к другу. Ну, я вообще была папа на дочке. Мама имела всегда корни у нас такие глубокие. То есть это Иваш Улых, это московские князья, и там Камилы Петровны и Данчук, декабристы. Потом их дочь Мария также, которая много сделала для женской свободы. Это все описывает уже. Это я писала, слава Богу. Потому что я все время все забывала, кто на ком женат, откуда. И также было интересно, откуда у папы корни. Ну, папа зла, что вот это Ясковичи, наша фамилия, потому что светло и ясно означает, и то, что это вековый поляк, который вот он деревню создал. И вот такой легенды он рассказывал, что в свое время он был богат, потом вот вложил деньги в банк, разорился и затем продал себя правство каким-то образом. выкупил. Вот деревня, где каждый нас где каждый дом это наш родственник. Папа рассказывал, что в свое время Григорий Дмитриевич Искович туда его возил в эту деревню и показывал, да, действительно, что в какой вы дом не зашли, это были наши какие-то родственники, близкие, либо более там, что все с любого принимали. И вот такая история была. А со стороны папины и мамы это вот Ирина Романовна и Менова, фамилия была Медведева, вот там ее мама как раз-таки лечила, лечила наружу, порожью, то есть вот такие огромные пятна, все при помощи заговоров и вот обрядов. И отец ее был ветеринаром. Сами они вот бабушка Старина Романовна Григорий Дмитриевич Искович, бывшая Медведева, они в Западной Белоруссии строили коммунисты. И вот прошли всю войну тоже очень интересно. Прошли всю войну и четверо детей у Ирины Романовны было, папа был последним и двое детей, которые она взяла на воспитание таких-то родственников, то есть шестеро детей после войны подымала бабушку, вот так сделано. Был дом, большой сад в этом воспоминании поселок Ишли и Дух вешал и папа. И потом бабушка переехала в дом подминского, который я уже помню. А вот со стороны мамы очень был знаменит дедушка, даже в то время, и он с Носей Шуковский, Алексей Павлович. Алексей Васильевич Павлов, он был международный судья, и воспитывал летчиков, и много книг написал. Вообще был очень интересный путем. Я его уже помню по застольям, которые, когда собирались сиротцы, какие-то застолья были, делались фотографии, и уже позже, когда уже перед самой смертью. Достаточно рано ушел. А бабушку Катю, я ее помню вообще по портретам многие узнали ее, говорили всегда, что я похожа на нее. Но я не знаю. Мне трудно судить. Ну, это такая огромная история моих родителей, и я как бы вот я считаю, действительно интересно, что и папа, мама, четвертый ребенок в семье, и действительно две огромных семьи. Две огромных семьи, которые внучка. Я была младшей внучкой. Жили мы тогда, хоть и мы жили в трех лет, это вот я помню момент, как мы переехали из Трегино. Тогда это как-то не считался литным районом, но считался хорошим районом, в хорошем смысле экологии, спокойствия, новых домов, которые были удобны. Наш дом считался литным, потому что здесь заселялись как раз мама от сухого, ну, то есть оборонка. Но в то время-то оборонные предприятия или как бы работали на научной интеллигенции. Наш дом выделялся, и я ходила, я помню в детский сад, до этого в ясли не возила, возили бабушки. Это я смутно уже помню, можно сказать, практически не помню, уже помню контакт лет пять в детском саду, когда вот ну, было все очень по-коммунистически, парады, в детском саду ставили местную линейку. Я помню, когда Андрохов умер, мы все рыдали. Не знаю. Ты, когда общий стерей. Чем мне никто не мог понять, но вот кто-то умер, все рыдали, вот это вот все как-то объявилось, все один за ним умирали. Ну, и жили, вот мы с родителями, у меня брат был столько в десять лет, а мы жили с родителями, достаточно бедные, небогатые, я до нашего надежды. Особой еды такой роскошной не было. телевизор вот у нас черно-белый, родители были чуть против телевизора, и он не работал, потом и цветной появился поздно, и он периодически что-то ломался, и как-то так. Уже вся техника появилась в перестройках, можно сказать, так. А детство вот это точно я могу сказать, что оно проходило летом у бабушки проходило, это жданочек в Минском, тогда это не было Минском, мы проводили с сестрой, мы уходили гулять, напротив, сейчас там уже застроили поле, напротив нас было тогда пшеничное поле, мы собирали васильки, ромашки, бабушки я хотела собирать траву, она мне показывала какая трава, чего, все-то она собирала, а васильки ромашки она потом оказывается в аптеку сдавала, я не знала у меня почему-то это как-то расстроило, потому что я как-то хотела для нее, это попадалось на что для денег, я для денег ничего не делаю, я не такой человек не могу вот играли я вот помню разбитые посуды с помолки это для нас было счастье играли собирали на железных путях спички и играли в спички надо было зажать спичку вот так вот большим пальцем и вторым пальцем и как-то так в двухторон эти спички вот вот так вот у кого спички сильнее и вот таким образом проводили время ловили кузнечиков дядя Олег очень любил это Катин папа моей двойной сестры с которой я росла что мы ходили босиком и по скошенной траве нас вел купаться босиком на водохранилище я научилась ходить потому что иначе я вас не волну и мы вот шли она очень колкая потому что это не мягкая трава это не кризер и шли по этой траве и так хотели купаться купаться для нас было счастье головастиков разводили в бочке они потом вырастали лягушат на горы прыгали кузнечиков кот Катюша особенно любил в баночку посадить и и я я как-то долго не могла но это было тоже развлечение ну конечно бабушка разрешала все все она не разрешала работать особо вот там помочь можно было все гуляйте набирайте сил все делай сама и разрешала богородием норвать яблоки яблоки кроме конечно клубники земляники это было почему-то ограничено а вот малина можно было причем я воспоминание такое в детстве все время хотела есть и мама рассказывала что бабушка удивлялась что почему я кричу она решила посмотреть замочную скважину что с ребенком делают и мы должны кормить а он кричит и она увидела что пока мне ложку карту подносят в этот момент я орала и еще родители меня закаляли они брали воду из колодца и обливали даже корал убийцей бабушка меня очень любила я в честь ее назвали очень покровительствовала потому как оказалось что это не совсем хорошо с точки зрения программ то есть как и хорошее плохое человек который дашь авторитет переходит к тебе ну неважно тогда у меня был защитник очень мощный бабушка сережка вот это бабушки у меня она не оставит по наследству ну вот проблемы со здоровьем они были периодически когда на подъеме то есть как бы все было хорошо когда усталость такое состояние мешка ну тогда это могло затягиваться конечно вот прививка от оспы вот косимое здоровье была совсем маленькая вот я пережила эту оспу несчастную у меня был жутко поднялась температура разрыв бурабанной перепорки это еще младенчестве она потом зажила и потом пришлось сбился полностью иммунитет или выжила там вот эти прививки поэтому у меня такое особое отношение прививка и потом пришлось переливание под микро ветер мне чтобы восстановить иммунитет мучилась мучилась со мной со многими такими удаляли я думаю это например 6 лет это было тоже очень серьезное переживание потому под общим наркозом хруст это ужас ну и со спиной вот этот ходил на зарядку говорили что плоскостопие что разное развитие право-лево груди на суде со спиной тоже ходил на зарядку потом начались вот эти жуткие головные боли и боли при настроенных парах конечно вообще ну и вообще часто вот это состояние такое как будто у тебя голова я не знаю квадрат что ли в прямом углу и как-то сидела да какой-то надо было делать эцифалограмму что ли головы ты уже зря воздействие очка она говорит а мне говорит она вообще сидит болит даже секунду и не переставит всю жизнь но нет у меня тут периодически я поняла что это все не способ восстановления изменений потому что к этому я ушла вот через через жизнь в детстве вот как раз мы активно с Катюшей катались на велосипедах у нас были такие потаниниста это чердак такие мы делали свою вину из вишневого комкота и баня в бане игры какие-то такие игры наказательные вот кого-то наказать что-то вот ведь такие вот и когда уже стали здесь в походы видели как дядя наказали собаку тоже возникали такие наказательные игры наверное психика не справлялась ребенка в таких играх она как-то вот себя восстанавливала ну я так практически как психолог уже со стороны взгляд но тогда это вот да потрясение эти игры они мне кажется они восстанавливали где-то 7 лет мы стали ездить папа появилась моторка пеликан и мы стали ездить на селигер а затем вот мы ездили на лужу на велье это были наши озера не стали ездить на все лето я так помню конечно детский сад я тем более там осталась ночевкой на шестидной пяти дневки вот радость когда ты пойдешь на концерт радость там кто-то в гости приедет в детском саду очень любит петь клубе не 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 знаю нравилось слушать если кто-то оставался мне нравилось слушать а мне нравилось петь и я рассказываю сказки как я тоже говорила рассказываю сказки тоже садились люди мне нравилось слушать в последний год сад садом как раз привлек садом 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 он сейчас выдвинулся со своей студией а тот из солдат этого человечка смешного один из создателей который бегает такой яйцеголовый ну с такими руками в то время он был моим таким желтоцыпленком моим другом желтной шубки дружили дружбы сохранилась до сих пор почему я говорю такие наверное вещи какие-то имеют длинные связи потому что нас район такой отдельный мы все выросли вместе я думаю здесь у многих в районе создались такие длинные связи практически род уже можно сказать так я все ждала школу уже тогда я жила конечно музыкой ничего такого особенного я не могу сказать я постоянно находилась в тишине во внутренней тишине и внутри меня было какое-то бесплатное состояние двоякое состояние которое я просто удерживала чтобы не разорваться и я из таких моментов помню что иногда я не могла проснуться то есть меня будили идти в детский сад а я не могла вообще тело войти руками шевелить спрашивая с тобой все в порядке а мозг еще спит то есть я не буду таким моментом ничего такого особенного вот это воспоминания такие ты бежишь ветер воздух приятный увидел цветы нарвал в мешок несешься обратно вкусная еда мед ешь свежим огурцом так бабушка горячие блинчики все время хотела есть сделаю туточку маленький кусочек мяса возьмешь тебе еще хочется потом конфетку по вечерам мы лежали через стенку один год только вместе кричим песни побежать на большие качели попутать вот там это большие качели для нас были все это потрясение посмотреть вечером спокойной ночи потом колыхан это потрясение конечно мы все наблюдали конечно что-то очень сильно отложилось в памяти приоритет например бабушки из-за которого подавлялась какой-то монет истинно правда несогласия моей мамы с этим с маминой стороны братья между собой спорили идеологически скромность деда хотя он тоже иногда любил покричать я была маленькая я от всего уставала помните и поэтому хоть я и присутствую но я зачастую это меня никак не касалось а пробуждение души наступало в тот момент когда эмоции раскрываются либо вот папа читал мне очень любил папу читать книги он садился читал я могла его слушать а сама я не люблю читать книги вот слушать и сейчас я аудиокниги могу послушать если хороший чтец если такой голос не очень интонация слушать тоже не могу ну вот настолько баланс с гармонией у меня постоянно надо было возвращать внутренне концентрируясь на чем-то что это задача и до сих пор я считаю что я в чем-то похожий ну конечно как это сказать правильно цветок в оранжерее такой непростой цветок который не просто умерз то что холодно то жарко не хочу жаловаться но так и есть но это не главное не главное вот а самую действие это желание учиться 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 так хотелось учиться сразу сочиняла пела танцевала вот тогда душа раскрывалась это очень мне хотелось но конфликт как только что не по мне я входил во внутренний конфликт сначала а потом внешне проявлял в школе я попал по помощи папе в класс а папа меня записал в класс а в сушистая школа в трогенном москву кирине першины вот ирина алексей назвали першину у нас был класс она была очень такая похожа на бабушку такая все держала классная эти были линейки нас принимали сначала в октябре а потом пионеры это ничего не не трогала хотя я по натуре была человек очень патриотически макулатуру собирали дети тогда в детском саду чувствовали что холодная война играли в войну я американец я русский был такой да стояли автоматы с водой желтой водой желтенькая водичка газирована у нас прям потом спускались там стояли гранюные стаканы никакие не пластмассы граню их омывали и потом водичку пили стоял киоск с пивом квас пива продавался квас наливали в трехлитровой банке прям тоже напротив подъезда все это было все жвачки первые появились безумие вкладыш тогда все очень радовались радовались тому что открываются границы бабушка моя с ума сходила ей запретил врач слушать новости она строила коммунизм она ненавидела американцев у нее был жуткой она говорила они нас всех ну что башка уже прошлый век какой-то все должны дружить нет в чем-то она оказалась права она всю жизнь строила коммунизм когда сейчас конечно все становится платным образованием и поликлиники понимаешь при советской власти когда сажили в чем-то очень много плюс квартиры люди получали строились метро не знаю это были свои плюсы для меня это понимаете я была всегда индивидуалистом а в советской власти так и говорили ваше мнение нас не интересует ну так говорили так говорили в классе очень игнорировано и вообще ваш вопрос у нас коллектив все нет очень я была изгоем антилидером все двоечницы так я случайно стала месяц визу пуст поэтому у меня было чертовски скучно вообще не мое было я как-то вот ближе была бетворианство к тому мир мир успех такому другому абсолютно и мне очень нравится ездить к подруге бабушке Кате это Марина ужас вот так память ну вот тетя Наташа ее мама была маленькая и у меня вылетает скала у них там в центре московый дом и мы заходили она была тварям у них были с бабушкой Катей рядом имени мне всегда поражало что у них был такой беспорядок а потом поняла что я определенный порядок мне казалось что это беспорядок и жили сверчки и были коты ну то есть это это квартира с маленьким личным двориком в центре Москвы вот прям в центре Москвы это кооператив 30-х годов и вот эта женщина у нее такое красивое лицо правильная черты лица глубокие глаза она пережила революцию пережила войну она всю жизнь курила папирозы и мама говорила ну зачем же Марина говорит отчество курить от неважно курить она говорит ну то же со школы со школы все это ничего не строится очень любил этих людей вообще к ним обожала ходить у них были свои трудности там я очень любила гулять по центру Москвы с мамой захотеть к ним и очень любил когда приезжали гости папины в основном гости научные сотрудники к нам вообще гостей очень любил и вот они беседовали играли в шахматы дядя Толя обожал дядя Толя обожал дядя Толя прожил всю жизнь сахалин наш открыл желтую нефть на сахалин рассказывал стихи беспотом красивые тогда люди соприкасались с душой и жили откровениями душами такое время из-за этого было тягучее звонков бесконечных не было телефонов письмо так там еле дает и поэтому раз и что-то открылось раз и бабушка как она ждала как она радовалась глубина человеческого сердца кожа мое вот так ой невозможно сейчас вспоминаешь и я этого сейчас не вижу может быть что-то живет во мне но я этого сейчас не вижу вот тех улыбок вот тех пауз ой вот тех запахов даже сейчас это даже мне кажется продукт уже что-то быть мое восприятие не знаю но было тогда какое-то общечеловеческое состояние доброты доброжелательности общая направленность людей на помощь тогда ты пионер помог бабушке это в классе об этом все могли обсудить это похвал я ходила в школе лично в детский сад помогать воспитателям одевать детей на прогул это нормально считалось в то время помогать это считалось абсолютно нормой собирать макулатуру желез вот очень я любил конечно музыку для меня пение в куре у нас вот не на нофрин это учитель по фортепиано и Алла Григорьевна учитель по сайфеджи музыкант так вот Алла Григорьевна она немножко слегка косила он так глазом не ходил полностью и можно было угадать куда вот один глаз смотрит туда куда вот она а второй непонятно куда и она как-то со своей необычной внешностью потрясающей глубиной восприятия мира она раскрывала миры композиторов для нас сайфеджи сайфеджи музыкантом все я жила там и очень за по хору была очень интеллигентна мы пели такого пели пели а мари пели классик сидишь вечером уже вроде уставшим вроде ребенка поешь я пела я пела в альтах потому что я могла петь сопрано я пела в альтах у меня близкие и поешь что в какой-то момент это самое прекрасное уже не понимаешь почему так медленно летит время детские хоры и ты поешь а музыка потрясающая это вау или качиня ну не знаю всегда очень хороший репертуар всегда говорили что наш хор самый лучший вообще это действительно было так хор всегда хвалили и были конечно жуткие страхи диктант написать было недостаточно сложно хотя я слышала не знаю определение точности вот меня на Ануфрина нещадно заставляла меня жизнь была достаточно спокойной однотипной и вот только душа раскрывалась внезапно абсолютно внезапно вдруг в какой-то момент ну вот это откровение такое сейчас сейчас конечно я не тоскую но я считаю что это было с точки зрения может формирование души не знаю может быть более верно может быть более не знаю эти все-таки принципы они достаточно высокие люди не могли в церковь ходить тоже были ограничения свои очень мощные и течет все меняется так что тут говорить плохо хорошо очень трудно абсолютно это невозможно я уже поняла что каждый созидан настолько уникальна настолько индивидуальна настолько неповторима что судить о времени и пребывании души в этом времени невозможно можно описать а судить это невозможно можно сказать как тебе было хорошо плохо в этом времени не было не申幫 Но я училась у самых лучших педагогов, я за это очень благодарна своей судьбе, и вообще, я не знаю. Спасею вас, что, конечно, милость, но это всегда. Даже мое рождение считалось уникальным, потому что врачи много раз предупреждали маму что-то, какие-то трудности с головой, большая голова, то есть что-то, ну, короче, вот, постоянно какие-то такие вещи были, и вот, так как я говорю, что я по натуре, вот, я к тому времени текотела, дуриваться, революционная, меня даже в иторическом классе звали товарищ монархистом, хотя не был он и монархистом, я не за монархию, мне вообще ни за что. но хоть звали товарищи монархиста. Я считала, что уровень даже России был очень высокий до революции. Посмотрите, вот до революции Россия выходила на первые планы по многим показателям. Солопенске реформы, да, вот, обмен крепостного права, все у текотех тому, чтобы мы пришли к этому, вот. И как-то у меня был негатив на советскую область тогда, потому что я считаю насильно над личностью это преступление, вот. Смерть рядом. Но все это очень трогало меня волновало. И я уже, когда эти бабушкины платья эти вот, да, революционные рассматривала, я видела, насколько дальчайшая работа была. Я понимаю, что, может быть, это не у всех было, но для меня, там, эти рисунки, эти ткани, ножи, даже деревянные, вот, очень тонкой работы, да, резкие бумаги, французский язык, да, ну, не знаю, да, вот, превещало мою душу очень-очень-очень. Красивые костюмы, я не знаю, мотивация жизни ради царя. Мне это все очень нравится. Кавалерийская одежда, все-все, дух. Вот. Поэтому я вот такой вот, ну, сейчас, когда я говорю, советской власти нету, я сейчас так же, знаете, как я сейчас смотрю вот на прошлое советское, и я очень многим восхищаюсь. То, что сейчас происходит у нас, конечно, в связи с этим, я даже не знаю, капитализмом или что-то, и не знаю, это не человечностью, не человече. У меня это еще больше расстраивает. Хотя я понимаю, что благодаря интернету, вот, знаете, в 2000 году интернет еще так не воздействовал. 15 лет назад, мне было 20, как раз один год, он еще не брал такой приоритет на себя. И сейчас уже начинают его чик-чик. Поэтому сейчас очень много удивительного стало проявляться. Даже бомж может стать так популярен в интернете, да. Ну, это время очень интересное вот этим. что появилось пространство, где нас пока хотят контролировать, но пока еще не контролируют. А вот, понимаете, пошел поток информационный, пошло очень много знаний. Вот раньше, чтобы найти какую-то книгу, чтобы прочесть, увидеть запись. Боже мой, сколько надо было в библиотеке сидеть. Сейчас, я вот, сожалею, я не понимаю даже, как можно взять, убрать запись из ютуба. Вот, можно я поругаюсь. Я не понимаю этого. Ну, нельзя человека ограничивать в ресурсах. Ну, нельзя. Или платить, или за это требовать плату. Нельзя. Мы и так все нищие. Ну, просто нищие. Я не знаю, кто богат. Тот, кто имеет материальные блага, это не богатство. Это зависимость. Как люди зависят от шоколадки, вот так зависимость от висит. Да что ж. Была Галина Вишневская в ютубе. Можно было посмотреть ранние записи. Потом ее не станут. Зачем? Ну, дайте возможность людям пользоваться этими ресурсами. Ну, будет и придет такое время. Я уверена, что человечество дозреет до многого. Потому что зреет, уже зреет. зреет. А сейчас пока еще вот это все. Сонастраивается. С новым временем. Ну, вот есть большие плюсы в этом времени. Ну, не без минусов, конечно. Я стараюсь, чтобы не отдавать энергию негативу, больше пребывать в позитиве. Вот. И вот, не знаю, сейчас, сейчас время, когда я творю. Для меня это так. Это творческое очень время. И вот расскажу совсем вот на завершение, вот сегодняшний момент, о чем завершить так. Потом еще расскажу вам. Вот моя судьба, это возвращаться бесконечно. Ко многим моментам вспоминаю, потому что такой стоп у дневников есть. Ну, я не имею пока возможности даже их опубликовать. Просто, нет, ни сил, ни времени. Я даже сейчас писать не могу. У меня клавиатура встала. Дети полили водой. Вот. В настоящем моменте, да. Я пошла. Я так люблю Ветрогинский мост. Обожаю это место. Места там мои. Есть Анастасия. Ну, да. И я посидела под мостом. У меня медитативное было состояние. И, представляете, это фантастика, то, что сейчас происходит в моей жизни, что люди прям наваливаются чуть ли не на меня. Вот я посидела, помедитировала. Туда приехала, не знаю, мне кажется, съемочная группа в афере. В куче автобусов и машины. И вообще такого никогда не было. То есть я помедитировала. Куча людей пришла сюда. А вечером возвращалась в телевизор. Там был такой огромный прожектор. И у меня была такая фантазия внутренняя, что вот фильм онлайн. И меня от этого так распирал танец. И я так представляла, что везде эти камеры. И что вот я танцую, бегу. И что это все в прямом эфире. И вот это, вы представляете, как ментально мы воздействуем в общем здесь. Это все здесь и сейчас ожило, оно стало жить. И это еще больше меня смешило и подогревало. Я думаю, действительно, надо было чем делать. Потому что вот это невозможно описать. 15-20 минут этого танца и бегущий меня по мосту. Прожектор вот он над Строгинским мостом. Восцветило, просто обеспечивалось. И я еще где-то видела с разными сторонами, с разными тенями. И я тащусь внутри, все тащусь ощущаю. Победитировала. Хочусь. Понимаете? Поэтому время такое вот, ну, очень творческое. Понимаете? Ну, завершаю я одну единственную фразу. Господи, я вас так люблю. Будьте красивы. Вы знаете, сейчас все меньше красивых людей. Не надо. Давайте сами становиться красивыми. Искренними, добрыми. Человечными. Понимающими. Прощающими. Сострадающими. Осознающими. Проявляющими. Проявляющими. Творчество, да? Проявляющими. Душевно-духовными, да? Ощущающими, да? Это очень важно. Не роботами. Напоследок. Скажи, что вот мой друг сказал. Он говорит, у робота, а он в партийском центре. У робота Ира. Расписанная, говорит, программа на год вперед. Концертная. Можешь себя приспособить? Вот. И я могу. А у меня нет. У меня нет концертной программы на год. А потому что я не робот. А у робота, да. Ну вот. Здорово. И любящими. И любимыми. Вот так вот. Счастливыми. Давайте будем такими. С вами была Ирина Сковлевич. В церкви передача «Моя цвета». До встречи. Пока. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова. Продолжение следует...